Азербайджан превратился в один из важных транспортных и логистических центров Евразии. Президент Ильхам Алиев выступил на полях первого пленарного заседания в формате Outreach Bricks+. Процесс демаркации и делимитации границ между Арменией и Азербайджаном – верный путь к мирному договору. Владимир Путин на саммите Bricks коснулся нормализации отношений между Баку и Ереваном. Какую пользу принесет Азербайджану и Турции вступление в Bricks и как изменится общая геополитическая ситуация? На эти вопросы Баку-ТВ.ру ответил российский политолог Евгений Михайлов. Сегодня в выпуске. Сегодня, 24 октября, в городе Казань составилось первое пленарное заседание формата Outreach Bricks+, 16-го саммита Bricks. В мероприятии принял участие президент Азербайджана Ильхам Алиев. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, дамы и господа, прежде всего хотел бы выразить благодарность президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за приглашение. Пользуясь случаем, хотел бы поздравить Российскую Федерацию с успешным председательством Bricks. Азербайджан активный сторонник принципа многосторонности в международных отношениях, что было наглядно продемонстрировано нами в период председательства в движении неприсоединения в 2020-2023 годах. За 4 года председательства движение неприсоединения сделало большой шаг в своем институциональном развитии, значительно укрепило свое место в системе международных отношений. Опыт успешного председательства в движении помогает нам сегодня в качестве действующего председателя совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Используя свое географическое положение и создав современную инфраструктуру, Азербайджан превратился в один из важных транспортных и логистических центров Евразии. Транспортные коридоры Восток-Запад и Север-Юг проходят по нашей территории. Все сегменты этих транспортных путей на территории Азербайджана успешно функционируют. На данный момент, ввиду резкого роста грузопотока через нашу территорию, мы инвестируем дополнительные средства в увеличение пропускной способности этих коридоров. В следующем месяце в Баку станет местом проведения крупнейшей международной климатической конференции КОП-29. Единогласное решение около 200 стран о проведении КОП-29 в Азербайджане – яркое свидетельство уважения и поддержки нашей политики. Мы уже вносим вклад в сотрудничество между глобальным Югом и глобальным Севером по климату и будем стремиться к достижению взаимопонимания как по вопросам, связанным с изменением климата, так и вопросам глобальной безопасности, верховенства международного права, невмешательства в дела друг друга, взаимного уважения. Благодарю за внимание. Президент России Владимир Путин, выступая на мероприятии, отметил важную роль Азербайджана в развитии логистических коридоров. Да, действительно, вы совершенно точно отметили, что роль Азербайджана, особенно в развитии логистических коридоров, очень-очень важна. Но не только. Я думаю, что, имея в виду растущий объем товарооборота с Россией, так же, как и с другими государственными БРИКС, тоже имеет существенное значение. То, о чем говорил только что президент Захстана. Хочу вам пожелать всего самого доброго. В своем выступлении российский лидер также коснулся процесса демаркации и делимитации границ между Арменией и Азербайджаном, назвав его верным путем к мирному договору. Итак, сегодня в Казани под председательством России состоялся 16-й саммит БРИКС. 13 государств получили статус страны-партнера объединения. Странами-партнерами БРИКС стали Казахстан, Алжир, Беларусь, Турция, Боливия, Куба, Индонезия, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам. Участники объединения договорились о критериях для государств-партнеров. 22-24 октября в Казани прошел 16-й саммит БРИКС, на котором впервые после расширения организации его члены встретились в новом составе. В условиях нынешней геополитической обстановки, когда весь мир наблюдает за противостоянием Запада и России на фоне войны в Украине и экономических санкций против Москвы, саммит БРИКС, несомненно, стал важным международным событием. Казань, а если быть точнее саммит, объединил лидеров таких стран, как Россия, Беларусь, Турция, Индия, Китай, Иран, некоторые страны африканского континента и другие. Несмотря на травму головы президент Бразилии, Лулу подключился к обсуждению в формате онлайн. Также вместо саммита мира в Швейцарии генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш, несмотря на критику со стороны Киева, прилетел на саммит БРИКС в Казань, где в аэропорту его встречали хлебом с солью и национальным блюдом чак-чак. На саммите БРИКС участвовал и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Напомним, что в августе 2024 года Азербайджан подал официальную заявку на вступление в БРИКС. Несмотря на то, что объединение не навязывает миру однополярность и не имеет какого-либо военного подтекста, решение Баку заставило коллективный Запад во главе с США вздрогнуть. Друзья же, напротив, с радостью встретили эту новость. Ни для кого не секрет, что Азербайджан, основываясь на принципе мультилатерализма, проводит многостороннюю дипломатию. Об этом красновечиво говорят факты. Так, после успешного председательства в движении «Неприсоединение» Азербайджан по-прежнему активно и эффективно действует в этой организации. Кроме того, Азербайджан, будучи страной-председателем на КОП-29, активно формирует мировую климатическую дипломатию и ведет диалог с глобальным югом и глобальным севером. В этом контексте также ведется диалог и сотрудничество со странами БРИКС. Учитывая то, что на долю государств БРИКС приходится 20% азербайджанского экспорта, Баку легче найти с БРИКС общей точки взаимовыгодного сотрудничества. Кроме того, членство в организации позволит повысить активность Азербайджана в формировании нового миропорядка. Кстати, первые шаги на этом поприще Баку уже предпринял, выступая против французского и не только неоколониализма посредством бакинской инициативной группы. Какую пользу принесет Азербайджану и Турции вступление в БРИКС и как изменится общая геополитическая ситуация? На эти вопросы Баку-ТВРУ ответил российский политолог Евгений Михайлов. Несомненно, заявка на вступление в БРИКС со стороны Азербайджана и Турции – это большой шаг для объединения глобального юга. Азербайджан – это страна, которая является основным актором безопасности на Южном Кавказе. Страна, которая является стратегическим партнером в регионе Российской Федерации. И я не вижу никаких проблем для вступления Баку в БРИКС. Более того, все прекрасно осознают, что БРИКС – это организация, где нет такого понятия, как метрополия, колония, общение между странами. Это как было в западном догмате. Здесь все равны, все вырабатывают общее движение, стратегию. И поэтому БРИКС привлекает многие страны. Для Азербайджана, я думаю, не будет никаких проблем по согласованию для вступления в эту организацию. Турция также, на мой взгляд, будет принята в БРИКС, потому что Турция долгие годы пыталась попасть в ЕС. Ее обманывали, пользовались, унижали. И сейчас, как бы, мнение Турции, если она будет в БРИКС, будет очень важно для дальнейшего развития мироустройства. Очевидно, что для турецкого бизнеса, как и для азербайджанского, естественно, БРИКС – это наиболее удобная площадка для торговли и развития экономик собственных стран. Я хотел бы сказать так. БРИКС – это будущее. Запад загнивает. И нужно понимать, что здесь и сейчас строится новое мироустройство. В Казани произошло событие, а именно саммит, которое заложило основу под многие будущие союзы. БРИКС – это сейчас только политико-экономическое объединение. Я думаю, в будущем и безопасность стран, входящих в БРИКС, будет обеспечиться как-то совместными договорами. Так что, я думаю, и Баку, и Турция сделали огромный шаг для своего будущего, для своего народа. И время только покажет, насколько были правы те, кто это сделал, а именно Эрдоган и Ильхам Алиев. Главам МИДа Азербайджана и Армении поручено продолжить диалог для скорейшего заключения мирного соглашения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Азербайджана по итогам переговоров Ильхама Алиева с Николом Пашиняном в Казани. Министрам иностранных дел были даны инструкции продолжить двусторонние переговоры по соглашению о мире и установлении межгосударственных отношений с целью его финализации и заключения в кратчайший возможный срок, говорится в сообщении. Напомним, сегодня в Казани на полях 16-го саммита БРИКС состоялась встреча президента Азербайджанской республики Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Продолжаем выпуск. Четыре года назад, 24 октября 2020 года, шел 28-й день Отечественной войны за освобождение территории, почти 30 лет находившихся под армянской оккупацией. Боевые действия продолжались с различной интенсивностью на Агдеринском, Ходжавенском, Физулинском, Гадруцком и Губадлинском направлениях. Давайте вспомним, как это было. 24 октября 2020 года, 28-й день Отечественной войны, которая привела Азербайджан к освобождению своих территорий. Боевые действия продолжались с различной интенсивностью на Агдеринском, Ходжавенском, Физулинском, Гадруцком и Губадлинском направлениях. Противник обстреливал оборонительные позиции азербайджанских войск и стрелкового оружия, минометов и артиллерии. На Ходжавенском, Физулинском и Губадлинском направлениях вооруженные силы Армении, не способные оказать организованное сопротивление, понесли серьезный урон от огня азербайджанских войск. Были уничтожены склады с оружием, боеприпасами и горючим противника. На некоторых направлениях военнослужащие вооруженных сил Армении в беспорядке оставляли позиции и отступали. Были взяты под контроль важные линии коммуникации. Разрушено несколько опорных пунктов противника, освобождены важные высоты. Важным событием дня стало то, что азербайджанские силы противовоздушной обороны сбили боевой самолет военно-воздушных сил Армении на Губадлинском направлении. Несмотря на серьезные потери на фронте, противник продолжал совершать военные преступления, целенаправленно атакуя мирных жителей. Населенные пункты в Тертерском, Бординском, Герамбойском районах и в Нафталане подверглись обстрелу из реактивных систем запового огня. Армения прибегла к очередным провокациям. Противник, занявший боевые позиции на территории Горусского и Гафанского районов Армении вблизи государственной границы, из ракетных и артиллерийских установок подверг интенсивному обстрелу территории Лачина и Губадлы. В полуденные часы подразделения вооруженных сил Армении предприняли попытку атаковать наше подразделение со стороны дороги Сюник-Зенгелан. Столкнувшись с жестоким отпором наших подразделений, противник вынужден был отступить. Боевая авиация военно-воздушных сил Азербайджана точными авиаударами уничтожает три танка, два укрытия и четыре опорных пункта роты вооруженных сил Армении на Агдеринском и Агдамском направлениях фронта. Пока азербайджанская армия противоборствует провокациям противника, президент Ильхам Алиев ведет успешную борьбу на дипломатическом фронте. В тот же день верховный главнокомандующий, давая интервью французской газете Ли Фигаро, фактами отвечает на все провокационные вопросы. 27 сентября мы не переходили в военное наступление на Карабах. Это Армения перешла в наступление на Азербайджан. В первые часы этого военного наступления у нас были жертвы среди гражданских лиц и военнослужащих. Это была третья военная провокация Армении против Азербайджана за последние три месяца, отметил в интервью глава государства. Ильхам Алиев подчеркнул, единодушное мнение международных наблюдателей было таково, что Армения совершила нападение на нас. Они хотели оккупировать новые территории, хотели захватить контроль над нашей стратегической энергетической инфраструктурой, расположенной в нескольких километрах от государственной границы с Арменией. Им был дан серьезный ответ. Мы добились того, что они отступили. Таким образом, тот факт, что и на 28-й день войны преимущество было на стороне азербайджанской армии, свидетельствовал о том, что наш флаг скоро будет развиваться повсюду на наших землях. К другим новостям. На одном из ядерных объектов в Иране вспыхнул пожар. Как сообщают израильские СМИ, пожар начался на ядерном объекте Карадж на западе Тегерана. Официальные структуры Ирана пока не комментируют сообщения, однако в соцсетях уже распространились кадры, предположительно снятые на месте пожара. Информация о причинах пожара также не приводится. Совершенная накануне террористическая атака в Анкаре лишь усилила решительность Турции в борьбе с терроризмом. Об этом заявил президент Турции Раджеп Тайбердаган в ходе расширенного заседания в формате Outreach Brics+. Турецкий лидер выразил благодарность странам за соболезнования в связи с терактом на производственном объекте Тусаж. Организация тюркских государств, в свою очередь, решительно осудила теракт в Анкаре, назвав его коварным нападением. Напомним, что 23 октября в Анкаре на производственном объекте турецкой корпорации Тусаж, который занимается производством военных самолетов и космического оборудования, был совершен теракт, в результате которого погибли 5 человек. Еще 22 получили ранения. Отметим, что уровень угрозы во всех аэропортах Турции поднят до оранжевого после теракта в Анкаре. Тщательно проводятся проверки автомобилей, въезжающих на территорию аэропортов. По последним данным, в Анкаре задержаны 12 человек, подозреваемых в сотрудничестве с террористической группировкой ФЕТО. Поиски еще одного продолжаются. Туристический потенциал Азербайджана представлен в Объединенных Арабских Эмиратах. Бюро продемонстрировало потенциал страны в области бизнес-туризма на 63-м конгрессе Международной ассоциации конгрессов и конференции в Абудабе. На встречах с ведущими экспертами и агентствами в сфере бизнес-туризма рассказали об организации деловых мероприятий в Азербайджане. Отметим, что ассоциация является одной из самых престижных в мире организаций в сфере туризма. Баку вошел в тройку самых популярных среди российских туристов направлений. Как пишут российские СМИ со ссылкой на одного из ведущих метапоисковиков авиабилетов, на долю азербайджанской столицы пришлось 5% от всех забронированных заграничных перелетов. За отчетный период раскупили почти половину всех билетов за рубеж, то есть 48%. А лидирует в тройке отпускных направлений Стамбул и Дубай. На этом наш выпуск подошел к концу. Вы можете обратиться на нашу горячую линию по темам, которые вас интересуют и волнуют, а также пишите нам на наш аккаунт в соцсетях. Следите за нами в Европе и Азии через спутник Азерспейс, выбирая частоты, которые видите на экране. Также смотрите нас на кабельном 10-м канале на Астелеком и Бактелеком, в 18-м канале Ситинет, в 2-м канале на Коннект ТВ, в 12-м аналоговом и в 22-м цифровом каналах КТВ, на Аля ТВ, по АйПи на 66-м, на цифровом, 16-м и аналоговом, 13-м каналах. Также Баку ТВ и смотрите и на АТВ+. Всего вам доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok